В Чебоксарах выбрали самого лучшего папу. В этом году конкурс прошел в седьмой раз. В здании филармонии собрались дети и жены, бабушки и дедушки, чтобы поболеть за мужей, детей и, конечно, за самых лучших отцов. В зале полный аншлаг. Среди участников конкурса депутаты, учителя, работники заводов. Но сегодня на сцене они просто папы. Не каждый день увидишь, как серьезные и строгие в работе, и нередко скупые на эмоции мужчины поют, танцуют и показывают себя с самых разных сторон. Приветствовали участников и гостей почетные жюри конкурса. Депутат Чебоксарского городского собрания Александр Андреев отметил значимость семьи именно отцов. Немножко есть некая несправедливость. Всегда, когда упоминается термин материнство, детство, мы не говорим отцовство. Поэтому я всегда стараюсь в своих речах говорить отцовство, материнство, детство. Я думаю, что это правильно, потому что нужно воспитывать наше молодое поколение, чтобы оно понимало ответственность, которая лежит на нас мужчинам. От имени женщин выступила председатель женсовета города Чебоксары Ирина Клементьева. Пусть будет всегда голубое небо над нашей головой, но если придет время и надо защищать Родину, мы знаем, у нас есть наши защитники. Самым креативным папой стал Владимир Тимофеев. Его танец никого не оставил равнодушным. Олег Исачкин был признан самым отважным папой. Вместе со своими учениками он показал каратэ-шоу. Берет пример с папой и его сын, который в пять лет уже обладатель желтого пояса. Как ни старались участники, самого лучшего папу среди них выбрать так и не удалось. Каждый из них лучший по-своему. Жюри никого не обидело и все папы были награждены, каждый в своей номинации. Конечно же, без своих детей и жен не справились бы, признаются лучшие папы города. Александр Александров, Евгений Анисимов, Республика.